Так, следующая точка, запятую пожалуйста, а вот точку в этой истории студенты одного из ульяновских вузов ставить не хотят. Лекция с открытым окном в холодном октябре – это явно не то, что доктор прописал. Со временем мы начинаем замерзать, потому что пар длится полтора часа, она за это время не закрывает окно, даже когда мы ее просим его закрыть, потому что стало уже слишком холодно. Она говорит, что мы должны потерпеть, так как она боится заразиться. После такой пары я немного приболела, у меня были сопли, температура небольшая поднялась, несколько дней держалась. О подобной крайней профилактике ковида руководство вуза наверняка не знает. И, к счастью, это скорее исключение, тогда как в другой альма-матер, техническом университете, все строго по велению сверху. Президенты России, губернаторы Ульяновской области на основании приказов министра образования, Роспотребнадзор как федерального уровня, так и регионального уровня, все методические рекомендации тоже принимаются во внимание, на основании их готовятся соответствующие локальные документы. Термометрия и масочный режим, регулярное проветривание и влажная уборка. В огромном вузовском оазисе, где более 7 тысяч студентов, плюс 150 аспирантов и солидный преподавательский штат, по-другому нельзя. В тот самый случай, когда в студенческом буфете я решила побаловаться чайком, и в очереди оказалась одна. В прежнее время такого точно не могло бы со мной случиться. Ну а теперь видите, большинство студентов находится на дистанционном формате обучения, и только те, у кого какие-либо лабораторные занятия с применением какого-то современного оборудования, они здесь, ну а все остальные по домам. Но говорят, что если санопидобстановка еще ухудшится, такое вполне может быть, тогда и опыты будем проводить через Zoom или Skype. Но пока третьи курсники радиотехнического факультета электродинамику осваивают очно. Чуть позже, когда практикум завершится, как студенты, так и педагог смогут встать на тропу защиты здоровья. Прямо здесь, в стенах вуза, обустроен мобильный пункт вакцинации. Работает не каждый день, по запросам. Вам не нужно идти в поликлинику или в торговый центр в пункт вакцинации. Во-вторых, это делается в плановом порядке, по предварительной записи. Поэтому, мне кажется, это очень удобная форма. Чувствуете себя хорошо? Да. Жалобы есть какие-то? Нет. Давайте опять. Директор научно-образовательного вузовского центра «Точка кипения» Денис Ефремов пришел уже на ревакцинацию. Впервые привился еще в феврале, не болел и не планирует. Настроения ходят разные. Кто-то за, кто-то против. Это нормальная дискуссия. Хотя я могу отметить, что все большее количество людей склоняется к необходимости и пользе от вакцинации. И даже в моем коллективе больше половины уже привелось. Правильная профилактика вкупе со смешанным форматом обучения – реально действенный рецепт сохранения здравия для всех участников образовательного процесса. С учетом статистики, 515 инфицированных в регионе за одни только сутки рецепт выписан как минимум до конца семестра.